Когда в конце прошлого года съёмочная группа телекомпании «Черкеск» посещала дом по Гутикулова-7, казалось, что найти в городе ещё один такой же, неприспособленный для жизни, попросту невозможно. Настолько явно строение разваливалось день за днём. Но оказывается, что неподалёку есть претендент на пальму незавидного первенства. Это Октябрьская-3. Кирпичное здание построено в середине 70-х годов прошлого века. Но глядя на фасад и внутреннее убранство, кажется странным, что люди во весь голос заявили о проблеме лишь недавно. Выдержка наших людей, наверное, заслуживает во многом уважения, но не в данном случае. Мы сейчас говорили с ними о том, что не надо терпеть, нужно действительно говорить о тех проблемах. И есть люди, которые готовы услышать о них. Что именно надо услышать и увидеть, лучше всего расскажут эти кадры. А блин, очень много здесь всё. Здесь есть сырость в комнате. Такого мы не видели даже в помещениях здания Пагутикулова. Но там имелись свои прелести, о которых горожане сообщали во всей инстанции. Здесь же люди сперва верили в обязательства управляющей компании, затем в скорое переселение. Но когда не случилось ни того, ни другого, а жить где-то надо, они обратились за помощью. У нас полностью течёт по всему периметру крыша. Крыши у нас нет. Её обещали установить в 2019 году. Но почему-то по каким-то причинам не установили. Везде сквозняки, всё валится. Ремонта не было 20 лет. Везде плесень. Люди уже как-то своими силами, своими финансами стараются как-то улучшить своё положение. Но не всё в наших силах, как говорится. Мы за всё платим. Мы, жильцы этого дома, очень возмущены сильно вот этими условиями, в которых мы живём. Я, например, живу здесь более 25 лет. У меня трое детей и внук. Мы шесть человек проживаем в одной комнате. И просто два раза в год болеют дети бронхитом, ларингитом. Нам сказали, что вы будете переселяться, но, увы, к сожалению, мы не обнаружили нас в списках. Понимаете, нас сняли, мы за капремонт не платим сейчас как таково. А теперь вопрос поставили о том, что у нас будет выселять в 2025 году. Ну как можно столько лет тут ещё проживать? На проблемную ситуацию отреагировали и в мэрии Черкеска. Без сомнения, поиски компромиссного решения будут проведены. И вряд ли окажутся очень длительными по времени. Всё-таки здесь налицо условия, в которых люди точно не должны долго находиться. А ведь они тут живут годами. Будем исходить из того, что дом очень старый. И здесь нужен капитальный ремонт. То есть здесь какими-то ладками и так далее, и так далее. Эту проблему не решить. Он у нас сидит в списке домов, в сейсмого селения которых экономически нецелесообразно. И из этого списка дома мы будем признавать аварийными и переселять. В 5-й, 7-й все эти обжития мы будем переселять в северный микрорайон. Дома, которые строятся. Один уже построили. Сегодня мы ключи там вручали. Глава вручал ключи и жильцам. И, конечно, самая наша основная задача – это вас в эти дома переселить. Потому что, ну, давайте будем честны, ремонтировать здесь полностью дом смысла просто нет. Ну, это нецелесообразно, да. В первую очередь планируется собрать пожелания жителей по текущим проблемам. Люди уже не платят за капитальный ремонт. А значит, рано или поздно их дом пойдет на расселение. Правда, по непонятным причинам почти всем приходят квитанции на обслуживание куда больше, чем у них по документам площади. У меня по документу 32,5, а плачу 38,8. Почему? За общую площадь. Я так понимаю, не только у вас? Это у всех так. Почему мы платим по документам? 32,5. А платежка у нас больше площадь? Кроме того, имеющиеся в здании проблемы не намекают, кричат, что принципиальное и окончательное решение необходимо принять как можно скорее. О чем еще раз напомнили и начальник городского отдела жилищного контроля Зураб Крымшамхалов, и руководитель регионального народного фронта Людмила Капушева. Те средства, которые сейчас мы с вами через управляющую компанию, через мэрию, на поддержание состояния этого дома потратим, те средства, которые сами жильцы потратят на поддержание состояния этого дома в каком-то нормативном виде, это совершенно нецелесообразные траты и из бюджета, и из средств людей. Поэтому здесь нужно посмотреть и всем нам вместе пойти навстречу людям, для того, чтобы максимально в короткий срок их переселить. Желание нескольких сторон прийти к единственно верному решению уже есть. Осталось дождаться, когда в северном микрорайоне Черкеска будут возведены многоэтажки, куда можно переселить людей из этого и ряда других проблемных домов. Пока же управляющая компания приступила к созданию элементарных, пусть и временных условий для жизни. Артур Мыхцем, Миха Каракелян. Итоги недели.